Так, ну все, время у нас уже три часа, давайте начинать. Значит, меня зовут Александр Михайлович Чихоломиров, доцент кафедрии биологии. Значит, наше заявленное занятие посвящено насекомым. Слышно или как? Слышно ли? Я не понял. Потому что что-то никто ничего не говорит, и это слышно, да? То есть можно... Здравствуйте, вас хорошо слышно, вам пишут в чате. Хорошо, я видел, да, что пишут. Ну, значит, мы начинаем тогда. Так вот, значит, насекомые. Ну, в общем-то, насекомые – это класс, внутри типа члениста ногих, но класс совершенно уникальный. Во-первых, количество видов насекомых, в общем-то, как бы с точностью определить вообще невозможно. Ну, известно более миллиона видов. По разным подсчетам, неизвестных насекомых науке где-то от одного до 30 миллионов. Вот такой огромный разброс. Сколько их на самом деле, никто не знает. Каждый год обнаруживают сотни новых видов. Затем общая биомасса насекомых тоже совершенно фантастическая. Но насекомые могут иногда образовывать такие скопления, которые просто, ну, какие-то астрономическими цифрами измеряются. Например, однажды одна старая саранчи, которая наблюдалась три дня над Красным морем, вот она, в общем-то, по подсчетам Крутерса, вот который это видел, весила 44 миллиона тонн. То есть это больше, чем все цветные металлы, которые существуют на Земле, выплыванные человеком. Их экологическая пластичность тоже поражает. Насекомые живут везде. Начиная от высокогорья, кончая пещерами, начиная от самых жарких мест на Земле и кончая Антарктидой, где тоже на берегах Антарктиды, на островах есть насекомые. Вот. Огромное количество насекомых живет в почве, в пресных водоемах, есть насекомые паразитические, и как экто, так и эндопаразиты заселяют самых разных животных, в том числе могут паразитировать и как на самих же насекомых, так и на млекопитающих, допустим. Вот. И, то есть, в общем-то, насекомые достигли биологического прогресса. Единственное место, где, кстати, насекомых нет, это море. Вот. В море насекомые практически не живут. Там буквально, ну, очень ограниченное количество видов. Кстати, точно так же, как и ракообразных на Земле, на суше, тоже почти нет. Их несколько процентов всего. Основная масса ракообразных – это водные обитатели. Ну, и, в общем, вот, согласно современным представлениям, насекомые, значит, ну, вернее, раньше как бы считалось, что насекомые, потому что это многоножек. Такой вот была идея, что многоножки. У которых тоже выделено голова и туловище, не разделенное на грудь и брюшку. На всех сегментах есть ноги. Потому что вот они как бы дали начало насекомых. Хотя вот современные молекулярно-генетические исследования это не подтверждают. И сейчас предлагается другая концепция, что насекомых объединяются ракообразными в единый комплекс панкрустацея. Такой как бы надкласс панкрустацея. Считается, что это группы родственные. И молекулярно-генетические исследования это подтверждают. Вот, вероятно, вначале они, это была единая группа. А затем вот их как бы эволюционные пути разошлись. То есть насекомые стали осваивать сначала прибрежную зону древних морей, где, ну, единственное, собственно, где на земле и можно было жить. В прибрежной зоне вся остальная земля была, а в то время еще безжизненная. Вот, в прибрежной зоне, где были скрупления органических остатков, там насекомые, собственно говоря, и, видимо, и жили, питаясь детритом. Вот, а затем, значит, там сформировались насекомые, которые постепенно стали осваивать сушу. А ракообразные, они, в общем-то, стали в дальнейшем осваивать разные группы водоемов и заселяют все типы водоемов, тоже вот микроскопических до пространств между песчинками на берегу, до больших глубин. То есть вот такое, значит, у нас такое место насекомых. Ну, собственно говоря, почему от насекомых так много? Интересный вопрос. Дело в том, что насекомые – это наземные обитатели, это группа, воспроизвающая на суше именно, на суше. А суша в пространстве очень сильно расчленена. И здесь можно достичь дисволяции популяций и, следовательно, видообразования. То есть, вероятно, это связано с наземным образом жизни. В воде этого достичь гораздо труднее, поэтому водных обитателей, в общем-то, меньше, намного меньше, чем насекомых. Вот, насекомые – это где-то 70% всего жилого на земле. Вот. Ну, а, собственно говоря, заселить сушу, это вообще довольно сложно, потому что многие группы животных как бы делали такие попытки выхода на сушу. Ну, например, там и нематоды, и кольчатые черви, и те же ракообразные, и паукообразные осваивали сушу более успешно, как бы, чем черви. Ну, вообще, во всяком случае, все вот эти группы, они все равно сталкиваются с одной и той же проблемой на суше, а на суше главная проблема – это экономия влаги. То есть не хватает воды, и главная опасность – это опасность просто высохнуть. И, следовательно, для того, чтобы жить на суше, нужно как-то эту влагу сохранять в организме. Неудивительно, что все вот перечисленные мной группы – это нематоды, черви, ракообразные, многие паукообразные, связаны с влажными местообитаниями. Они живут или просто в почве, скажем так, где стопроцентная влажность, или во влажных местах, или активной ночью, где не так, в общем-то, высыхание происходит. То есть это вот… А насекомые смогли усвоить сушу. Вот. И стоит как бы просто перечислить кратко пять адаптаций, благодаря которым насекомые стали настоящими наземными организмами. Значит, где у нас может теряться влага? Первое – это покровы тела. Покровы тела. Вот у насекомых, ну, как у всех членистоногих, есть кутикула. Но у насекомых имеется самый наружный слой кутикулы, очень тонкий, который возник, видимо, когда еще они жили вот в прибрежной зоне, как бы водоотталкивающий такой, как бы, слой. Это в основном жиры и… ну, воск и жиры. То есть воскопродобные, жиропродобные вещества. Тончайший слой, который отталкивает воду, не дает им намокнуть, когда они жили в прибрежной зоне. А с другой стороны, он препятствует испарению воды. То есть вода через покровы не теряется. Вот как раз очень важная адаптация. Называется этот слой эпикутикулы, то есть самый наружный слой кутикулы. Далее, значит, у насекомых дыхание. Дыхание трахейное. У остальных групп там по-разному они дышат, но вот трахейное дыхание самое, в общем-то, самое, в общем-то, совершенное на суше. Потому что при трахейном дыхании идет как бы постоянный вдох, а выдоха нет. То есть вода не теряется. Через трахейные трубочки, через отверстия дыхальца поступает кислород, и путем диффузии он достигает, в общем-то, вот разных органов ткани. То есть трахейные трубочки сильно ветвятся. Вот, начинаются дыхальцами. Сначала более крупные трахейные стволы, потом они ветвятся, достигают отдельных клеток, проникают даже в клетки. То есть настолько сильно развита трахейная система. И вот благодаря, собственно говоря, вот такому типу дыхания постоянно идет поступление кислорода извне, потому что кислород расходуется в ткани. Возникает разряжение углекиста, и газ туда обратно не возвращается в трахей. Поэтому, естественно, он заполняется кислородом снаружи. То есть вот таким образом они дышат, непрерывный вдох, но вот, то есть, вода теряется очень в незначительной степени. Ну, кстати, единственное, надо заметить сразу такой момент, что вот долго, так сказать, думали ученые, почему насекомые мелкие. Действительно, больших насекомых почти нет. Где-то насекомые миллиметров в пять, это стандартный размер. Вот, основная масса мелкие. Вот считается все-таки, что главный-то фактор, вот он как бы дал им возможность освоить сушу, а с другой стороны ограничивал размеры. Вот та самая трахейная система дыхания. То есть диффузии невозможны на большие расстояния, и поэтому насекомые не могут быть крупными, в принципе. Вот иногда спрашивают, как же вот вымершие там древние насекомые были гораздо крупнее. Вот, ну, вероятно, у них была кровеносная система, более развитая. Кровеносная система, были какие-то сосуды, которые помогали распространять кислород по телу, то есть в этом плане. А современные насекомые, у них кровеносная система, очень, конечно, развита значительно слабее. У них там одно сердце, в общем-то, осталось. Вот, затем, значит, где еще вода теряется? Выделительная система. Выделительная система построена таким образом, что выделительные каналы, называются мальпигиевые сосуды, они слепо санкнуты и впадают в кишку, впадают в кишку, на границе между средней и задней кишкой. И, значит, продукты обмена веществ, азотного обмена в виде мочевой кислоты, поступают в виде кристалликов в кишку, а дальше задняя кишка воду забирает, обратно идет реабсорбция воды, то есть вода как бы всасывается в стенки задней кишки, возвращается в организм, и наружу выходят только кристаллы через анус, то есть вместе с непереваренными остатками пищи. Вот, то есть насекомые не теряют воду при выделении продуктов обмена. Вот, затем интересно еще заметить, если мы разрежем насекомое, то мы обнаружим, что внутри все тело заполнено каким-то белым содержимым таким. Вот это жировое тело. Жировое тело. Вот жировое тело – это, между прочим, не только запас питательных веществ, как понятно, что жир накапливается, это главный запас воды. Запас воды. То есть при ущеплении жира образуется вода. 100 граммов жира дает 105 грамм воды. То есть вода может синтезироваться с самим организмом при ее полном отсутствии. Называется метаболическая вода. И насекомые благодаря этому могут жить в сухих местах, где пища какая-то есть, а воды нет. Воду они сами делают себе. Ну и, наконец, внутреннее плодотворение. Это, конечно, неизбежно на суше необходимо, потому что, как иначе, значит, насекомым с производства производить. То есть какие-то формы наружного плодотворения уже здесь нереальны. И поэтому плодотворение идет внутренним путем. Вот. Вот, значит, такие у нас адаптации уже не на суше. Ну, теперь, значит, мы сейчас вот включим это в картинки и попробуем посмотреть. Так. Совместные спонсируем. Так. Вот у нас, значит, так, ну вот, начнем сначала. Видно, да, экран-то? Видно ли? Все молчат. Что-нибудь понял. Видно что-нибудь? Чудно. Народ, есть ли живые-то люди? Не знаю. Непонятно, что-то я это... Никто не откликается. Все видно. Видно? Ну, так вы как-то и реагируете, а то я не понимаю. Все как-то сидят закрыты, во-первых. И не понятно, есть ли там живые-то люди. Может, там и людей-то нет никого. Ну, вот это просто интересная картинка. Это вот, собственно, все живое на Земле. Все живое на Земле. Вот у нас растения занимают грибы. Это одноклеточные. Это у нас бактерии. А это вот все животные. Все животные. Теперь, собственно говоря, значит, сейчас я поставлю, чтобы оно пока слайдов. С текущего слайда. Вот, это вот все животные. А теперь, значит, смотрим, откуда же так много животных. Вот оно и понятно. Вот у нас, пожалуйста, все типы представлены. Есть губки, кишечно-полосные, черви, моллюски. Вторичный рот. Это вот сюда относятся позвоночные все, кстати. Я тебе иду. Дальше ракообразные хилицировые. А это вот все насекомые. Вот все насекомые. То есть насекомых ведь 75% всех беспозвоночных, всех животных. 70% всего живого. Вот. Ну, кратко посмотрим строение тела насекомого. Вот. И тоже особые акценты нужно будет сделать на, вот, собственно говоря, прогрессивные черты насекомого. Благодаря чему они вот стали господствующей группой. Ну, в общем-то, строение тела-то насекомых, кстати, очень консервативно. Все досекомые устроены по сути дела одинаково. Три отдела тела. Голова, грудь, брюшко. Вот. На голове находятся антенны и ртовой аппарат. Вот. Ну, и органы чувств, естественно. Вот. Грудь из трех отделов. Передняя, средняя, задняя грудь. Значит, на каждом сегменте груди пара ног. Пара ног. Вот ноги все показаны. Кроме того, на средней и задней груди имеются крылья. Совершенно уникальные приспособления насекомых, которых нет больше ни у кого из беспозвоночных. Насекомые единственные освоили сушу. Причем где-то миллионов там на 30 лет раньше. На 30 миллионов лет раньше, чем появились позвоночные. Как известно, позвоночные животные тоже летают. Там целых три группы летающих было. Ну, ящеры вымерли, правда. Остались птицами к впитающей. А у насекомых вот крылья в две пары. Вот на средней груди и задней груди. И на брюшке ног. И никаких придатков вообще нет, кроме полового аппарата. Вот разнообразие антенн, пожалуйста. Антенны сейчас считаются, это тоже видоизмененные ноги. Первая пара. Ну, наиболее интересный, конечно, ротовый аппарат. Вот ротовый аппарат насекомых. Это три пары ног, видоизмененных. Верхние челюсти, нижние челюсти, нижняя губа. Ну, нижняя губа вот прекрасно видно на грызущем аппарате. Вот у нас верхние челюсти. Это нижние челюсти. А если мы разрежем нижнюю губу вдоль, то это будут как бы слившиеся нижние челюсти. То есть видно, что это продукт слияния второй пары нижних челюстей. Кстати, у рукообразных они не слились. Там у них две пары нижних челюстей. Грызущий аппарат. А затем на основе грызущего сформировалось огромное количество разных аппаратов для питания самой разной пищи. Ну, здесь показаны вот самые основные, а так их больше десятка, конечно, вариантов, где, в общем-то, происходит преобразование ротового аппарата для питания в основном какими-то жидкими видами пищи. Или с прокалыванием субстрата, вот колючь сосущий, где, в общем-то, все части, включая верхние и нижние челюсти, верхнюю губу, превратились в длинные иглы для прокалывания, кроме нижней губы, которая как футляр служит. Вот это, допустим, у комара. Грызущие, лижущие пчелы. Здесь сохраняются грызущие элементы, мандибулы, а нижние челюсти и нижняя губа объединяются вместе в хоботок. Вот это, ну, в нормальном состоянии он сложен. Вот такой хоботок, который служит для питания жидкой пищи. У бабочки сохраняются только практически нижние челюсти. Верхних челюстей вообще нет. Нижние челюсти, которые сворачиваются в спираль, сворачиваются в спираль. И, в общем-то, сложены вместе и служат для питания жидкой пищи без прокалывания. Универсальный хоботок, пожалуйста, где, это у мухи, все сливаются вместе. Вот, большие диски с нижней стороны, которые фильтруют, значит, жидкость, где смесь жидких и твердых частиц по типу поролоновой губки всасывают только жидкое. Вот, затем муха может и твердые частицы, может грызть, у нее есть зубы вот в основании этих самых лопастей и может питаться просто жидкой пищей. То есть, вот универсальный аппарат. То есть, разнообразие аппаратов, это что дает? Это дает нам освоение разных видов пищи. То есть, на сейком мы освоили все пищевые ресурсы. Ну, понятно, что более специализированные перешли на питание жидкой пищи. И она просто более калорийна, понятное дело. Потому что, например, те же растения, если просто и грызть листья, то нужно очень много съесть листьев, чтобы насытиться, получить достаточное количество питательных вещей. Потому что клетки целлюлозные, они не перевариваются, далеко не у всех насекомых есть ферменты. Поэтому, как бы более эволюционно прогрессивно питательство, например, растительным соком путем прокалывания. Это дает сразу, в общем-то, большое количество питательных веществ. Точно так же и большинство специализированных насекомых, целые отряды, там, двухкрылые бабочки, перепончатые крылья, все наиболее такие отряды, крупные и высокоорганизованные, они все перешли на питание жидкой пищей. Ну и, кстати, сказать, вот если, допустим, вспомнить, вот паукообразные, тоже они ведь, вот как бы, осваивают сушу, то есть тоже наземная группа, почему-то их так мало. Паукообразные где-то раз в 50 меньше насекомых. Вот одна из причин, кстати, вот как раз ртовой аппарат. Насекомые освоили все возможные виды пищевых ресурсов, а паукообразные, они в основном только хищничество. А почему? Потому что у них нет ртового аппарата, который мог бы что-то жевать. У них есть только хилицеры и пяти пальпы, они ничего не жуют, двигаться они не могут, они просто торчат вперед, могут что-то проколоть, и все. То есть паукообразные питаются часто вне кишечной, например, пауки, вне кишечное переваривание. Только у клещей там появляются вот хоботки-то. Вот и то не у всех. То есть это одна из причин, почему паукообразных минус у них очень ограниченное питание и ограниченные возможности использования пищевых ресурсов. Ну вот ноги. Тоже интересная особенность. У насекомых вот шесть ног, которые могут преобразовываться в самые разные варианты. Особенно, конечно, могут меняться ноги передние и задние. Ну вот, например, прыгание в траве очень удобно. Хватание передней ноги, пожалуйста, у хищников. Плавание. Вот. Плавание. То есть разнообразие большое. Средние ноги обычно никак не меняются, не изменяются. Передние и задние могут быть специализированы для каких-то других целей, кроме обычного движения. Ну, самое, конечно, интересное у насекомых это крылья. Совершенно понятно, что крылья это уникальное их приобретение. Причем, если мы сравним насекомых вот с позвоночными, то мы можем заметить следующее, что у позвоночных, ну, все было три группы позвоночных, которые летают или летали. Это ящеры летающие, затем, значит, птицы и млекопитающие, летучие мыши, например. Вот, они, значит, в общем-то, крылья-то у них появились путем изменения передней пары ног. То есть крылья появились, а передних ног не стало. Вот, у птиц, например, все знают, как выглядит крылья. Курицу все наноели и видели, как выглядит крыло курицы. Вот. А у насекомых-то все не так. У насекомых все ноги остались там, где они были, на своих местах. На своих местах. А появились, значит, у нас крылья. Как новое образование. То есть крылья никак не связаны с ногами. Вот. Согласно современным представлениям, ну, крылья вообще, так, если говорить о их строении, это складки покровов. Складки покровов. То есть, крылья развиваются, как выпячивание стенки тела, складка такая. Потом, значит, сначала там внутри полость, заполнена гемоалимфой. Ну, в какой-то момент при развитии эта гемоалимфа уходит в полость тела, крылья сплющиваются, мягкие ткани там исчезают, сохраняются только жилки, там, где проходили трахейные стволы. Вот. И крыло становится плоской пластинкой. Из такого мешка, как бы, превращается в пластинку. То есть, крылья возникают именно как выпячивание. Ну, и, в общем-то, вопрос о том, как появились крылья, и главное, зачем, это вот вопрос так, ну, как бы разные здесь взгляды. Ну, например, иногда считали, что крылья представляли собой такие плоскости, торчащие в стороны. Они позволяли насекомым планировать откуда-то. Ну, а вот вопрос, откуда они могли планировать, это не очень понятно, где там возможности планировать были. А вот то, что они бы им мешали, это совершенно однозначно, потому что, если жить в прибрежной зоне, в склоплениях органики и торчащие в сторону лопасти, конечно, мешали бы ползать. Поэтому явно они были подвижными с самого начала. Вот эти призраки были подвижными. Единственное, что они, как раз, не могли улетать в нормальном понимании. они могли как-то, может быть, подпрыгивать. Сначала помогали при беге, потом какие-то прыжки. Вот, такой вариант. Но, значит, для чего они появились? Есть версия, что они были, что это были складки над дыхальцами. Грудными дыхальцами были такие складки, которые могли подниматься, опускаться, ну, то есть, вентилировать трахеи, облегчать дыхание, защищать от высыхания. То есть, вот какие-то вот такие функции этих складок были. Вентиляция трахеи, то есть, связана с дыханием. Вот такая версия. Ну, значит, возможно, что вот эти взмахи, этими, как бы еще зачатками крыльев вверх-вниз, они позволяли насеком слегка подпрыгивать над субстратом, опять же, в прибрежной зоне, поскольку там вода, во время волнения, прилива, отлива, там нужно было перепрыгивать на какие-то сухие участки. Вот, возможно, это подпрыгивание, оно служило насекому возможности там жить. А может быть, это была, как бы, проблема встречи полов, так решалась. То есть, насекомые подпрыгивали, демонстрировали друг другу себя. То есть, что-то вот типа раяния современного. Вот, то есть, встреча полов, подпрыгивание позволяли увидеть там особи своего вида. В общем-то, для чего-то они, видимо, использовались. вначале для таких вот подпрыгиваний и незначительных перемещений в пространстве, а потом они вот уже стали использовать для полета. Ну, и вот на этой схеме показано, как крылья работают. Видите, к основаниям крыльев мышцы не подходят вообще. То есть, крылья работают за счет мышц спиннобрюшных и продольных. То есть, по принципу ручага. По принципу ручага. То есть, сокращаются мышцы. Вот верхняя пластинка, закрывающая грудь, тергит, она может опускаться или подниматься. При этом, она тянет основание крыла то вверх, то вниз. Расстояние очень незначительное, а крыло двигается уже с большой амплитудой. Вот, кстати, здесь показано, как развивается крыло. Вот это межковидное образование. Он, значит, эпителий имеется еще, трахейный ствол. Дальше клетки исчезают, и вот они вообще исчезли. Осталась жилка, где трахейный ствол был. Ну, и здесь вот видно желкование крыла, кстати, большое значение имеет в систематике насекомых. То есть, характер желкования, он достаточно отличается в разных группах. Вот. Ну, и, собственно говоря, как же насекомые летят? Если насекомые у нас закрепить неподвижно, вот, то крыло, значит, при работе описывает фигуру, напоминающую восьмерку. Вот, такую вытянутую, немножко изогнутую. Если насекомые летят, то фигура будет синусоида. Синусоида, пожалуйста. Вот. То есть, как это, то есть, в принципе, для полета что важно? Значит, важно то, чтобы насекомое, ну, удержалось в воздухе для начала, чтобы оно и упало. То есть, должна быть подъемная сила. То есть, каким-то образом, значит, крыло должно удерживать насекомое в воздухе. Во-вторых, оно должно не просто в воздухе висеть, а еще и двигаться. Поэтому, видите, вот если здесь мы на эту схему посмотрим, то здесь очень понятно, что крыло, мало того, что оно движется вверх-вниз, оно еще поворачивается вокруг своей оси. Вот здесь вот, как бы, основание, вот оно, видите, поворот идет крыла. Крыло поворачивается. Кроме того, оно движется вперед-назад немножко. То есть, в трех измерениях вверх-вниз, вперед-назад и поворот вокруг оси. Ну, и вот и получается, что если крыло идет сверху-вниз, сверху-вниз, то при этом, значит, оно слегка поворачивается, то есть, сверху-вниз работает нижняя поверхность. То есть, создается подъемная сила. как вот любой парашют там, идет давление сверху-вниз и объект удерживается в воздухе. Объект удерживается в воздухе. А потом, значит, когда крыло идет снизу-вверх, снизу-вверх, то идет разворот в обратную сторону, то есть, он вращается в обратную сторону, при этом работает именно верхняя поверхность. Вот он вращается, верхняя поверхность, то есть, она как бы отталкивается от воздуха и такой толчок вперед, потом опять сверху-вниз. Ну, поскольку это происходит довольно часто, то отсюда и сяком и движется прямолинейно. То есть, два этих эффекта, эффект, в общем-то, подъемной силы и эффект движения вперед, они накладываются один на другой, и мы получаем движение насекомого. То есть, насекомое летит. Вот, количество взмахов насекомое делает разное, ну, например, бабочку, если дневную посмотреть, там видно даже, как она машет крыльями, это можно посчитать, там, семь-восемь взмахов в секунду. Вот, а допустим, у комара там больше тысячи, или там шмель. встает вопрос интересный, вот, как насекомое, собственно говоря, вот, с такой скоростью машут крыльями-то. Интересно. То есть, мышцы-то работают, получается, с огромной скоростью. Человек, например, никак не может так руками махать с такой скоростью. Тысячи взмахов в секунду. Явно ничего не получится. Вот. Дело в том, что вот у человека, например, значит, мышцы, почему мышцы-то работают? То они отвечают на действие нервного импульса. Нервный импульс идет, мышца сокращается, следующий импульс и так далее. То есть, вот, за счет этого мы движемся. А у насекомых на каждый нервный импульс мышцы сокращаются не один раз, а много раз подряд. И вот сюда мы можем объяснить такое вот необычное большая скорость сокращения мышцы. То есть, нервный импульс один, а сокращений-то много, следующий один, и опять много и получается. Частота сокращения мышц намного больше. Вот, кстати говоря, крылья, разные виды крыльев. Интересно, что в насекомых довольно редко бывают ситуации, когда крылья одинаковые передние и задние. Ну, например, стрекозы. Здесь, нет картинки. Стрекозы, передние крылья и задние одинаковые и работают асинхронно, независимо друг от друга. Вот. Ну, хотя стрекозы тоже летают довольно быстро, кстати. Вот. Ну, такие, такой тип крыльев есть, скажем, у некоторых примитивных отрядов. Там, сетчатокрылые, скорпионницы, веслокрылки. В большинстве на сеткомах наблюдается переход двукрылому полету. То есть, крыльев-то как бы четыре, а работают-то не как два. То есть, морфологически-то их четыре, а функциональных крыльев только два. Вот. То есть, как это достигается? Двумя способами. Может быть, или передний моторный тип полета, или задний моторный тип полета. Ну, передний моторный, то есть, передний мотор, то есть, понятно, работают передние крылья в основном. Вот. например, вот, пожалуйста, бабочки. Ну, видно, какие крылья больше. Вон у бабочки большое крыло. У перепончато-крылого, у двукрылого вообще крыло маленькое заднее. То есть, задние крылья, видите, они уменьшены в размерах. Или даже вообще уж вот фактически не имеет вида крыла. То есть, крылья уменьшены, и задние крылья играют вспомогательную роль. Они прикрепляются к передним. У бабочки есть система зацепок, здесь щетинки, которые зацепляются за передние. У перепончатых крылышек есть ключочки на переднем крае. Вот. То есть, крылья сцеплены. И работают переднее крыло, а заднее просто к нему прикреплено. Вот. Работают как одна пара. То есть, насекомые, как бы, в полете, они двукрылые. А у двукрылых так и вообще заднее крыло, оно вообще, видите, превратилось в жужжальце. То есть, это органов вновесие. Другой вариант заднему оторный тип, когда именно задние крылья играют решающую роль. Вот прямокрылые, пожалуйста, здесь. Это вот крыло кожистое, просто тут не очень понятно. Дело в том, что у прямокрылых передние крылья кожистые. А особенно, конечно, это ярко видно у жуков. Вот заднее крыло летательное, а переднее вообще твердые, литры, без жилок. То есть, получается, здесь задний мотор, задние крылья играют в полете, а передние имеют кроющие значения. Вот. Они в полете, в общем-то, участвуют очень ограниченно. Ну и, как и ни странно, вот половина насиекомых у нас это жуки, раскокрылые. То есть, у раскокрылых, в общем-то, очень совершенный тип крылового аппарата. Вот. Потому что летательные крылья, полет у них сохраняется. Крылья-то, вот они, целые. Но они сложены. Там, заправлены под надкрылья. А надкрылья защищают летательные топора. То есть, жуки могут освоить самые разные субстраты. Могут жить и в воде, и в земле, и в гниющих остатках, и в навозе, и внутри ткани растений, и, в общем-то, где угодно. Вот. А, понятное дело, например, бабочка или там двукрылых никак в землю или в воду не залезет. То есть, понятно, отсюда что жуки очень, конечно, такой вот группа-то достигла огромного революционного успеха. Группа достигла огромного революционного успеха и, в общем-то, группа процветающая. Вот. Теперь, значит, перейдем, да, ну, кстати, бывают еще насекомые бескрылые. Ну, есть первичные бескрылые, конечно, а бывают насекомые теряют крылья вообще, вторичные, например, паразиты, ши, блохи, какие-то группы, которые не занимаются вообще расселительной функцией, не выполняют там, допустим, рабочие муравьи. Бывает вообще непонятно почему, ну, бывают бескрылые насекомые, бескрылые бабочки, самки сидят где-то там и, в общем-то, вот, а самец прилетает и, значит, их оплодотворяют, они просто откладывают яйца. То есть, в общем-то, вторичная бескрылая возникает по разным причинам. Ну, теперь вот немножко поговорим о внутренней организации. Ну, вот, покровы насекомых, покровы, ну, насекомые, конечно, очень необычная, привлекает внимание людей, всегда привлекало, ну, благодаря, конечно, такой яркой, необычной окраске, причудливой форме тела, то есть, колоссального разнообразия. Вот, и, вот, за счет чего насекомые имеют окраску? Ну, два фактора. Это химический фактор, это наличие химических веществ, которые дают цвет. Там пуриновые пигменты, белый цвет, там меланин и черный цвет, ну, и, в общем, так далее, там разные виды, разные пигменты дают разные цвета. И вот эти пигменты могут быть, где находиться? Например, в кутикуле, в кутикуле, то есть, ну, обычно в экзокутикуле, то есть, в наружном слое кутикул. В гиподерме, гиподерме, это живые клетки, выделяющие кутикулу. Могут быть под гиподермой, например, окрашено жировое тело, или, например, окрашена гемолимфа, ну, например, мотыль, вот красного цвета, там гусеницы зеленые, иногда за счет того, что там у них хлорофил накапливается в жировом теле. Ну, бывает иногда, довольно редко, супракутикулярное, когда над кутикулой еще такой восковой тонкий слой, цветной, ну, это бывает редко. Ну, примерно как вот по структуре это похоже, как он сливу берешь, на сливе там тонкий налет, если ее обтереть, он пропадает, а так, или там на чернике, или на ягодах восковой налет. Так вот, собственно говоря, вот окраска на селькомах, она может быть в конечном итоге, вот, вызвана разными локализацией пигментов, химических веществ, и из-за этого она может по-разному сохраняться. Ну, вот, например, есть, ну, довольно много людей, которые коллекционируют насекомых, если так в мире брать, ну, в основном собирают кого? Бабочек, жуков, вот, например, стрекоз как-то не очень любят собирать, или там, при мокрых. Вот, причина какая? Причина вот вся в этом и заключается. Если окраска кутикулярная, она сохраняется неопределенно долго, почему жуки и бабочки такие яркие, и они могут быть, если их хранить в темноте, следить за влажностью, из-за наличия вредителей, то они могут сохраняться очень долго, ну, вот, например, коллекции, там, собранные еще Миклухом Аклай, Пржевальским, там, Линнеем, они хранятся в музеях в довольно хорошем состоянии. Вот, а вот если окраска-то гиподермальная, такая окраска сохраняется очень плохо. Вначале насекомые красивые, а потом они все почернеют. Такой будет грязно-бурый цвет такой. Не черный, даже какой грязно-бурый цвет. Это вот как раз стрекозы и примокрые. Вот у них окраска гиподермальная. И как их не суши, как их не пытайся сохранить, все равно ничего не получается. Окраска все равно будет пропадать, и насекомые будут выглядеть, так скажем, не очень красиво. К чему они не очень привлекательны. Вот. А другой вариант, это физическая причина окраски. Вот, например, у нас переливающиеся разные бабочки, жуки. За счет физических эффектов. То есть здесь идет, в данном случае, эту переливницу, видите, она колочерная, а здесь синяя. И под определенным углом, ну, примерно где-то 45 градусов, крылья дает такой сильнейший блеск. Синий. То есть идет что? Дифракция в чешуйках. Вот. Там на чешуйках имеются ребрышки тоненькие. И вот свет попадает, идет его преломление, и блеск такой характерный. Высвечивается пигмент, находящийся, значит, в этих чешуйках. Вот. Ну, вот, пожалуйста, еще, скажем, бывают у бабочек очень причудливые оптические окраски. Вот морфы особенно, конечно, морфиды. Очень яркие, синие, с сильным блеском. Ну, и у жуков, кстати, тоже бывает такая окраска. Там не чешуйки, конечно, а там как бы такие на поверхности кутикулы, типа таких чашечек вдавленных, которые наслаиваются одна на другую, тоже дает такое же расщепление и сильный блеск. Вот жужелица блестящая, одна, кстати, самая редкая у нас жужелица в Ивановской области в красной книге. Ну, очень красивый, сильный звук, но очень редко встречается. То есть физические эффекты. Вот. Ну, значит, интересный момент такой, что вот окраска насекомых, ну, как бы для чего она нужна? И существует такая теория защитных окрасок, которая предполагает, что насекомые, в общем, такие разные варианты окрасок, рисунков, это все, ну, служит для защиты насекомых от врагов. Вот. Для защиты насекомых от врагов. Теории защитных окрасок. Ну, например, окраска бывает как бы два, может быть, варианта. Одна, если окраска очень яркая, вернее, бывает, окраска выделяет насекомые на фоне, а посематическое. То есть, она насекомая очень заметна. А бывает, но просто скрывает на фоне, криптическое. Ну, там она тоже может быть и яркая, если фон яркий. Главное, это не яркость у окраски, а главное, это как она работает. Или она делает заметным, или делает незаметным. Вот, например, предостерегающая окраска, пожалуйста, она делает насекомых заметным на фоне. Заметным на фоне. Очень часто здесь сочетание красное-черное, черное-желтое. Дело в том, что все эти насекомые, они ядровитые. Ядровитые или неприятно пахнущие. Они содержат ядровитую гемоалимфу, например, у колорадского жука. Гемоалимфа вообще ядровита. И у Божьей коровки тоже. И поэтому как бы предупредить об опасности. Яркая краска предупреждает о том, что этих насекомых лучше не трогать. Потому что если она была бы не яркая, а такая тусклая, то в такой ситуации ее бы невозможно было запомнить. То есть возможные враги насекомых, те же птицы, они бы ее не смогли отличить. А здесь вот они как бы запоминают сочетание цветов, которые предупреждают об опасности. Ведь любая птица, она не передается по наследству вот эти вот знания, скажем так. Любой птенец, он на себе испытывает, что можно есть, что нельзя есть. Ужарила его оса, он ее выбросил. Ну, кстати говоря, в пользу вот такой идеи, например, тот факт, что насекомые, пристегающие окраску, очень живучие. Даже их раздавить, если они довольно легко это выдерживают. Особенно бабочки. Но обычно насекомые погибают, если его сильно сдавливать. А эти так как-то более спокойно относятся. Бывают мимикрии. Мимикрии разные. Мимикрии Бетца. Вот, например, мимикрии Бетца, когда существуют подражатели и модели. Одни насекомые, которые имеют яркую окраску, они, в общем-то, предстерегающие имеют окраску. То есть, они опасные. Вот, жалищи. Вот, например, видите, шмель и, допустим, стеклянница, допустим, и шершень. Допустим, там мухи, журчалки и шмели. То есть, очень подражание такое удивительное. То есть, насекомые очень похожи мухи и бабочки стеклянницы. Бабочки даже потеряли чешуйки. У них прозрачные крылья. Ну, в тропиках очень много. Вот, например, белянка и дуавитая геликонита. То есть, всегда кто-то кому-то подражает. То есть, тот, кто подражает, называется подражатель. Он совершенно не опасный ни для кого. Полный съедобный объект. А тот, кому подражает, это модель. Модель, она чем-то может реально, в общем-то, защититься. Ну, вот, значит, но главное то, чтобы подражатель было меньше, чем моделей. То есть, чтобы была большая вероятность того, что птица схватит осу, а не стеклянницу. Хватит осу, ее ряду жалит, и больше она не будет трогать другие объекты, похожие на ос. На самом деле, стеклянницы, в принципе, намного реже встречаются, чем ос. Вот. Ну, еще один механизм, который позволяет увеличить численность моделей, это вот имикрея Мюллера. Имикрея Мюллера. То есть, ходная окраска у большой группы ядовитых насекомых. Ядовитых видов. Ну, вот видите, вот разные виды ос. Все они, в общем-то, похожие. У всех окраска желто-черная полосочка. То есть, все они не съедобные. Они образуют мюллерское кольцо. То есть, они все похожи друг на друга. Потом, попробовав один объект какой-то, птица не будет трогать все остальные. То есть, они образуют кольцо. Как бы защищаются вот в виде такого единого блока. И, кстати, тем самым увеличивается численность моделей. То есть, подражателей будет тоже, в соответствии с этим, будет меньше, чем моделей. То есть, вот два этими видами икрея, они взаимосвязаны. И они вот дают вот такой интересный эффект. Дают интересный эффект. То есть, когда за счет гибели одного особи, одного вида, защищаются все довольно большое количество видов. Чем больше кольцо, тем больше видов защищается. Ну, а вот вариант криптической окраски. Все наоборот. Насякомое как можно незаметнее на фоне. И при этом оно может так меняться, что его даже на самом деле можно не узнать. Вот, например, листотел. Действительно похоже на лист. Это группа близкая к палочникам, привиденьевая. На ногах выше. То есть, ну, сходство с листом есть удивительное. Вот, допустим, калийма, сухой лист. Даже вон жилки нарисованы. Главная жилка, боковые жилки. Вот, допустим, царанчевая такая, в виде нарост какого-то. Вот, вот кузнечик листик. Тоже удивительно похож кузнечик. Лист с жилками. То есть, криптические особенности удивительные бывают. Насекомые похожи могут быть на самые разные объекты. Несъедобные листья сухие и зеленые. Ветки, колючки, птичий пломет, камешки и так далее. То есть, все это как бы их защищает от врагов. Ну, бывают сочетания криптической и окраски апосиматической. Вот орденская лента. Передние крылья, видите, окрашены под цвет коры. Задние очень яркие. Когда бабочка сидит в покое, она крылья укладывает вдоль. Это заднее не видно. И вот она имитирует кору дерева. При этом, вот эти вот сочетания темных и светлых тронов, это, значит, называется явление стереоморфизма. Когда плоская, вот плоскость крыла воспринимается как рельефная структура. То есть, темные элементы углубления, светлые, то есть, как бы структура коры. Вот. Вот если к ней подойти и коснуться, то она моментально взлетает. Причем, при этом такие яркие красные крылья, они, собственно говоря, что дают? То есть, они дают отпугивающий эффект. То есть, когда что-то яркое появляется, неожиданно, она вызывает торможение нервной системы. То есть, это любой громкий звук, яркий цвет. Это торможение. То есть, в какой-то момент рак, в общем-то, его как бы процесс торможения, а в это время насекомый уже опять сел на другое дерево и опять исчезл. Если бы оно было серое, можно было бы отследить хотя бы. А здесь, когда ярко-красный объект исчезает бесследно, это очень эффектно действует, конечно. И, в общем-то, вот такому насекомому легче спрятаться. Ну и вот разные адаптации. Вот тоже вот просто интересный пример. Вот группа бабочек – это хвостатки из голубянок. Вот очень, мне кажется, забавный пример. Вот у них такие тонкие хвостики на задних крыльях. Вот для чего они нужны? Объяснение, в общем-то, какое? Вот это вот у нее голова. Это усы. Это глаз. Это тоже голова нарисованная. Голова, глаз, а то усы. Это усы. Ну вот, причем это повторяется. Вот, пожалуйста, другая голубянка. Тоже самая нарисованная голова. Усы торчат. Вот еще голубянка. Все то же самое. Вот. И зачем это все нужно? А это настоящая голова. Так, причем настоящая голова как бы не так заметна. Она нарисована, это более заметно. Ну и вот в природе, если за этими бабочками наблюдать или собирать для коллекции, то очень часто вот этот кусок крыла вырван. Вот часто летают бабочки с оторванным задним концом. Вот эти хвостики. И глаз этот оторван. То есть кто его оторвал? Ясное дело, кто птицы оторвали. То есть они ее схватили не за ту голову, которая настоящая, а за нарисованную. Вот. Ну, в общем-то, теория защитных окрасок, она как бы, что дает? Вот она, значит, ее иногда критикуют. А критикуют за антропоморфизм. То есть вот мы смотрим на насекомых вот своими глазами. А надо смотреть-то, как птицы их воспринимают. Нам кажется, это вкусно. А на самом деле, например, нам кажется, что насекомое неприятно пахнет. А может быть, птицы так не думают. Нам кажется, что оно слишком яркое, а они, может быть, думают, что это не так. То есть, в общем-то, как бы антропоморфизм здесь присутствует. Мы смотрим, как нам это видно. Животное выйдет, может быть, по-другому. Но, с другой стороны, объяснений другого вот этого всего, в общем-то, тоже нет. То есть, все-таки, масса доказательств того, что теория защиты их окраска, она работает. Ну, это внутренняя организация насекомого. Значит, вот у него пищеварительный тракт. Вот эти мальпигиевые сосуды, выделительные органы. Это выпячивание кишки, которые, значит, впадают на границы средней и задней и обеспечивают удаление продуктов обмена в виде кристаллов мочевой кислоты сердца. Это, видите, как многокамерная трубка, нервная система на брюшной стороне, нервная цепочка, которая с помощью кольца связана с отглоточным ганглием. С отглоточным ганглием. Вот. Ну, значит, органы чувств насекомых очень развиты. В основе их лежат стен силы. То есть, какие-то воспринимающие структуры. И нервная клетка. Вот. Вот бывает, что эта воспринимающая структура погружена внутрь. Ходотональные органы. Могут быть темпональные органы, слуховые. Когда имеется барабанная перепонка. Где-то. В данном случае на голени ноги. У кузнечика. Куда подходят отростки. Значит, сенсилы. Они воспринимают звуки определенной частоты. У зрения насекомых тоже. Вообще, у насекомых органы чувств очень хорошо развиты. Сложные глаза. Включают там 20-30 тысяч простых глазков. Вот он на разрезе видно. То есть, глазок включает оптическую часть, воспринимающую свет палочку. И каждый глазок изолирован. То есть, точечное видение. Один глазок, одна точка. И отсюда мозаичная картина. Насекомые могут воспринимать многое того, что человек не в состоянии. Например, ультразвуки. Может воспринимать поляризацию свет. Ультрафиолетовую часть спектра. Скажем, молекулы, веществ о буквальном ничтожном количестве. И вкус, и, допустим, разницу влажности в 1%. Там молекулы в кубометре воздуха. Какого-то пахучего вещества феромона. В общем-то, совершенно уникальное у них восприятие. Но воспринимают они в экологически значимом диапазоне. То есть, там, где они живут. Если они там не живут, они там ничего не воспринимут. Развитие насекомых метаморфоз. Довольно интересное явление. То есть, метаморфоз бывает вот в основных типах метаморфоза. Неполный и полный. При неполном, значит, вот у нас из яйца выходит нимфа, похожая на взрослые. И постепенно она растет и превращается одновременно. Рост, метаморфоз. Чем дальше, тем она больше похожа на взрослые. С самого начала есть такие же. То есть, его ноги, тот же ротовый аппарат, зачатки, крыльев. То есть, общее сходство. И постепенно это идет. При полном метаморфозе все не так. Выходит личинка, которая совсем никак не похожа на взрослые. Все помнят. Она растет, линяет, но при этом не становится похожим на взрослые. И в конце концов, последняя стадия куколка, покоящаяся стадия в куколке, то есть, это как бы последняя личиночная стадия. Но она отличается чем, что она не двигается и не питается. Очень ограниченно двигается и не питается. А дальше из нее выходят взрослые насекумы. То есть, куколки происходят, то есть, фактически, рост, он не запровождается метаморфозом. Несекумы это не меняются. Метаморфоз – это превращение. А оно ни во что не превращается, просто растет. А все превращение в куколки. То есть, там надо все сломать и построить заново. Там все растворяются, все ткани, все органы. Остается только нервная кровеносная система. А потом все заново строится. Пищеварительные, мускулатура и все остальное. То есть, появляется взрослая форма. Ну и, кроме того, в процессе развития кое-что происходит. Ну, это вот сейчас мы увидим. Вот у нас, значит, типы личинок. Личинки насекомых с полным превращением, они вот бывают или с развитыми ногами, комподровидные, или могут быть гусеницы, там брюшные есть ноги, или червеобразные, вплоть до безногих и безголовых. Ну и куколки тоже, кстати, вот открытый тип куколки. Длинные ноги уже есть, крылья, но они легко отделимы от тела. Так вот, откуда они взялись, вот интересно. Вот личинка-то же, у личинки же нет ничего. У личинки, если посмотреть, вот нигде ни у кого не видно даже намека на ноги и крылья. А вдруг они раз и появились. Дело в том, что в процессе развития все это закладывается, но в виде глубоких подкожных впячиваний. Глубокие подкожные впячивания. Вот. А затем они все одновременно выворачиваются наружу. И мы получаем, что у куколки уже все органы есть. Вот покрытая куколка, они как бы присоединены к телу, слиты с телом. А то же вот крылья, вот хоботок, пожалуйста. Может быть, куколка в пупарии. Скажи-то я куколка. В пупарии. То есть, когда она... Ну, в принципе, это ложный кокон. Внутри там куколка лежит обыкновенная. Вот. То есть, метаморфоз как бы... Вот почему два типа метаморфоза. Два типа метаморфоза связаны с тем, что... Причины экологические. То есть, древние насекомые жили в прибрежной зоне, как мы говорили. И дальше как бы два... Две линии эволюции. Если личинки и взрослые живут в одной... Если личинки и взрослые живут в одной среде обитания, то, значит, соответственно, они похожи друг на друга. Ним же и взрослые встроены одинаково. Если личинки и взрослые живут в разных средах обитания, то будут различия накапливаться. То есть, среда-то действует по-разному. Будут накапливаться различия. Вот. А если идут различия, влияние среды, то будут разные внешние морфологии. Будут разные внешние морфологии. То есть, они будут встречаться. И в такой ситуации, если жить в разных средах, то превратить личинку во взрослые уже нельзя вот так постепенно. Нужно все сломать и сделать заново. Что мы и видим в куколке. То есть, оно просто... То есть, по времени эти два процесса разделяются. Личинка только растет, а метаморфоз в куколке. И какой метаморфоз более прогрессивный? Конечно, полный. 85% насекомых имеет полный метаморфоз. Потому что, что этим достигается? Разные среды обитания. Это разное питание. Разные враги получаются. И расстеление. То есть, шире расстеляется. То есть, личинки живут не там, где взрослые. В других средах обитания. То есть, это вот очень огромное преимущество. Насекомых с полным превращением. Это, кстати, одно из прогрессивных черт. Потому что, допустим, метаморфоз там других, там тех же паукообразных, его такого нет. Такого метаморфоза нет. Вот. Ну, сезонный цикл. Сезонный цикл – это, собственно говоря, вот связь жизненного цикла с сезоном. То есть, цикл – это развитие от яйца до яйца. Между двумя одинаковыми стадиями. Допустим, в течение сезона развивается одно поколение. Вот он совпадает с сезоном. Кто-то должен зимовать. То есть, у нас, в наших условиях, есть неблагоприятное время – зима. Значит, цикл останавливается, и кто-то зимует. Вот зимовка насекомых называется диапауза. Это не анабиоз, как иногда вот пишут. Анабиоз – это реакция насекомого на неблагоприятные факторы среды. Ну, допустим, похолодало, и насекомое стало неактивным. Это вот анабиоз. Во-первых, насекомое не знает, что скоро будет холодно. И оно никак не подготовилось к этому. И потом оно временно, оно полежит, полежит и помрет. А диапауза – это совсем другое. Диапауза – значит, когда это основным фактором наступления насекомых готовится к зимовке. А как оно узнает, что скоро зима? Единственное, что меняется в течение года очень точно и безо всяких колебаний – это длина дня. Все остальное подвергается колебаниям. Осень может быть теплая, а может быть холодная, может быть какая угодно, и пища может быть разная. А вот длина дня, она вот четко уменьшается. Четко уменьшается, после, значит, ревно-денствия, когда вот идет у нас самый длинный день в июне. А затем идет сокращение дня. Каждый день на две минуты. И получается, значит, постепенно мы идем уже к зиме. И насекомые это прекрасно чувствуют. У каждого вида насекомого есть свой критический фото-период. То есть длина дня, которая для него приемлема. Как только день сократился дальше, оно уже все, уходит на покой. А за это время оно успеет подготовиться, накопить питательные вещества, избавиться от лишней воды, и, в общем-то, как бы вот перейти в это состояние диапаузы, где оно может лежать всю зиму и прекрасно ее пережить. А если цикл очень длинный, то несколько диапауз, понятное дело, если несколько лет. Там несколько поколений, значит, несколько стадий зимуют. А бывает, часть сезона очень короткий цикл, мухи размножаются очень быстро, там тли и так далее. Тли вообще там чуть ли не 15 поколений за сезон. Поэтому здесь многие поколения вообще не зимуют. Вообще не зимуют, а, собственно говоря, они живут без диапаузы, диапаузируют только последние поколения. Ну и среди насекомых, конечно, наиболее такие интересные объекты это общественные. Насекомые – это уникальная группа тоже, которая перешла в такой необычной колониальности. Колониальность вообще у животных, у самых разных присутствует, но у насекомых колония, насекомых, она не представляет собой соединение особей друг с другом. Это вот как бы совместная их жизнь, но в то же время это колония. Вот эта колония, она подчиняется всем законам колониальности. Ну, как вообще возник общественный образ жизни? Ну, в обычных случаях насекомых бывает забота о потомстве. Она может быть разной, ну, например, отложила яйца на пищевой субстрат бабочка. И гусеница ест уже то растение, которое она должна есть. Это уже как бы забота. Бывает, что насекомые кормят личинок, там, носят им пищу в течение того, пока личинка не вырастет. Оосы, например. Вот тоже забота о потомстве. Ну, и так далее. То есть, забота, она может быть в разной степени. А дальше, значит, потомство, оно после того, как потомство сформировалось, оно может вообще влететь от взрослой особи, от тех, кто ее кормил. То есть, родители как бы уже с детьми больше не встречаются. Вот. А бывают ситуации, когда вот эти дети, у нас потомство остается жить с родителями. И, допустим, первое поколение вышло, там, а потом следующее поколение. И так вот много поколений, и все живут с одной вот основательницей. Вот это уже будет общественный образ жизни. Бывает, такая семья существует только один год, например, у шмелей. Осенью все погибают в конечном итоге. Остаются только зимующие самки. А бывает, живет очень долго. Вот, например, пчелы, пожалуйста. Вот их много. Там имеется пчел основательницей, самка, матка, царица, как ее называют. Ну, самцы, которые большой роли в жизни не играют, они обычно существуют в короткое время, вот, просто выгоняют. И основная масса рабочих особей тоже самки, но не полувозрелые. Вот муравейник, тоже самое. Огромное количество муравьев, там имеется самка, там может быть ни одна самка даже, муравейники. Вот, и огромное количество рабочих. То есть, рабочие особи тоже самки, но тоже, опять же, не полувозрелые. Ну, если термиты, там у них есть просто нимфы, там, а у перепончатокрылых вообще с доброй жизни вот возникал в двух группах. Термиты, это с неполным превращением насеком, и перепончатокрылые, перепончатокрылые, это с полным превращением. Ну, и, собственно говоря, вот, что можно сказать об общественных насекомах? То, что, как бы, это сообщество насекомых, это фактически социальная жизнь, социальный образ жизни. То есть, действия насекомых, они очень напоминают какие-то разумные действия и многие, там, особенности, они очень даже напоминают человеческое общество. Но насекомые не смогли создать цивилизацию на Земле, как известно, люди создали. А насекомые не смогли, а почему? В общем-то, здесь причина считается основной это мелкие размеры тела как раз. Очень маленькие насекомые, и у них очень мало нервных клеток, поэтому при всех их поведении необычайно сложном, тем не менее, сложные виды нервной деятельности у них просто невозможны по причине ограниченных размеров, ограниченных размеров мозга. Но, тем не менее, отношения бывают очень забавные. Вот, например, предположим, разделение труда. Разделение труда в семье идет, может быть, два варианта. Может быть, сезонное, то есть, может быть, возрастное разделение труда, а может быть, кастовое разделение труда. возрастное, когда в течение возраста функции меняются. Ну, например, у пчел. Молодые пчелы, они там ухаживают за личинками, там чистят ячейки, потом они начинают строить. Два раза в жизни пчела выполняет функцию охранника. В начале жизни и в конце жизни. Причем, важно, что в начале жизни она охраняет гнездо только от беспозвоночных, а в конце жизни уже от позвоночных, потому что в сражении с позвоночным кончается смертью охранника. И только самые старые пчелы, они летают за нектаром пыльцой, а у самой старой разведчицы. А у муравьев кастовый вариант, там каста, в какой родился, в такой и живет. И вот бывают, например, скажем, амазонки, у которых касты только солдаты, а все остальные работы выполняют рабы. Выполняют рабы. То есть амазонки периодически делают набеги на другие гнезда, приносят куколки рабов, и они выходят эти рабы. То есть другой вид муравья вообще. И вот они все делают в незде, а амазонки сами только могут воевать. Вот рабовладельческие отношения. Вот допустим алкоголизм муравьиной семьи тоже забавное явление. Ламехуза это главный товарищ, который приносит им выпивку или наркотики, как можно считать по-разному. По концу брюшка у него здесь имеются железы, которые вырабатывают особое эфирное масло, которое они очень любят. Вот они собрались вокруг и слизывают. За это он ест их расплод в мухузе. То есть это вот такой вот в месте живет товарищ. Ну там где вообще много кто живет. Там около двухсот видов разных друзей может быть кто-то зимует, кто-то ночует, кто-то подъедает остатки. А лумехуза вот приносит им вот это биологически активное вещество, которое вызывает эйфорию. То есть примерно похожее на действие наркотических веществ или алкоголя. И муравьи становятся такими очень веселыми, радостными, так бегают активно. Но потом как ни странно происходит перерождение муравейника. Вот эти личинки, которых выращивают вот эти самые муравьи, из них выходят уже муравьи псевдоргаты. Они становятся бездельниками. Говоря по-русски. Они просто ходят, ничего не делают. И в конце концов муравейник может погибнуть, потому что бездельников становится все больше, а рабочих все меньше. Воспроизводство самки уменьшается, потому что ее плохо кормят, плохо ухаживают за ней, потому что все в основном прикладываются к ламехузе. А она приносит им вот эта самая радость, а с другой стороны она приедает расплод. Вот такие отношения очень необычные. Муравьи собирают белковую пищу и углеводную пищу. Белковая пища это какие-то гусеницы, насекумы, а углеводная пища они собирают в выделение тлей сладкие. Они вступают в отношения с тлями такие вот взаимовыгодные. То есть тли благодаря муравьям они легче, лучше живут, лучше питаются, их защищают от врагов и пересаживают даже на другие части растения. А тли выделяют сладкие склементы, они не переваривают весь сахар, который находится в растительном соке. Часть его выделяют в виде склементов. Его поглощают вот те самые муравьи. То есть это для них углеводное питание. Дальше значит очень важный момент это общение между особями. То есть особи бы не смогли жить, если бы они не общались. И вот самый интересный вид общения это фалаксис. Буравьи и пчелы и вообще все общественные сегу друг другу все время кормят. Они подходят друг другу и себе и золотов рот придают капельки жидкости. и вот каждый за сутки где-то один кормит где-то сотню особей. Дело в том, что самка выделяет царский феромон. Царский феромон биологически активное вещество, которое препятствует превращению рабочих в самок. Они становятся неполувозрелыми. И это вещество выделяется самкой, оно распространяется другими муравьями. То есть те, кто за самкой ухаживают, они его слизывают и дают другие материи. И вот так вот кормят постоянно. И получается вот у нас такое интересное явление пищевая связь. То есть все биохимически связаны. Все особи получают царский феромон. Если они перестанут получать, значит понятно самки нет. Например, пчелы будут выращивать новую самку, роение улья, когда идет. То есть везде идет процесс решения этой проблемы. А примитивные так просто сами будут яйца откладывать. Дальше важный момент это обмен сигналами. Это сигналы опасности, узнавания, ну и сигналы на мобилизацию. То есть куда-то нужно кого-то организовать. Ну при муравьи метят дорожки, куда нужно двигаться там тем же тлям. А пчелы вот танцуют. Вот интересные танцы пчел. Они расшифрованы фрисом, оттуда она бегает, виляет брюшком по такой вот волнистой линии, потом круг, опять бежит. И вот это оказывается зашифровано тут все, что нужно. Куда лететь? Это солнце, это улей, это цветы. Видите, угол альфа, вот этот угол, вот этот угол передается, и она танцует на вертикальной стенке, и вот относительно прямой линии, вот видно, куда лететь, в какую сторону. Расстояние вот здесь зашифровано. Один километр, одна С-образный изгиб один километр. А это вот, собственно говоря, вот они разведчицы собрались, разведчицы танцуют, остальные смотрят, как она танцует, потому что разведчицы несколько, и они разные места разведали. А куда лететь, собственно говоря? Вот лететь нужно, пока они не будут все одинаково танцевать. Пока танцуют по-разному, никто никуда не летит, все ждут. А потом уже, собственно говоря, когда все танцуют одинаково, в это время, когда поправка на солнце уже делает, солнце сдвигается, поправка. То есть вся информация может быть, она в танце, пчел. Вот, ну и стоит сказать о значении насекомых в природе и в жизни человека. Ну, в природе, собственно, три основных их роли, вот они здесь показаны, покрыты семянные растения, где-то 80% это энтомуофильные, пыляются насекомыми. Ветропыляемых намного меньше. То есть без насекомых пылять их будет просто некому. И, соответственно, не будет ни плодово-семенной продукции. И есть растения, которые очень плотно завязаны на каких-то конкретных видов насекомых, орхидеи, например, где очень сложное взаимоотношение пылителя и насекомого, когда, значит, пылитель проникает в светок в это время, там ему приклеиваются пыльца, склеенная в виде такого шарика с ножкой и склейкой подошвы, такой полинарии, он садится, значит, на голову, например, пчелы, как рожки такие торчат, потом она летит, и эти вот пылцевые зерна, они автоматически упираются в рельсы, и она опыляет на 100%, допустим, растение, то есть инстинкты очень сложные бывают. Затем вот утилизация мертвой органической продукции, то есть куда все девается с земли, вот девается благодаря насекомым, там трупы животных не валяются нигде, они закапывают насекомые к землю, навоз опять же исчезает, если не будет навозников, все будет завалено навозом, это в Австралии, кстати, такое явление было, когда разводили домашних животных, и, значит, пастбище покрыли слоем навоза, толстым слоем сухого навоза, и растениям негде было уже расти, это даже, все по причине того, что никто его не уничтожал, пришлось навозников завозить, попавшие листья исчезают быстрее, благодаря насекомых, старые деревья и так далее, и источник пищи, насекомым питается столько всяких организмов, поэтому, например, даже известно, что там в Сибирском академии в городке пытались бороться с комарами, которых там много, вот, чтобы как-то более комфортно себя чувствовать, при этом стали пропадать рыба, рыбы стало меньше, то есть, причина, понятно, личинки комаров это пища для рыбы, ну, для человека здесь тоже, конечно, роль насекомых очень велика и разнообразна, в некоторых странах насекомых просто используют пищу, причем довольно активно, в Юго-Восточной Азии, там используют и гусениц, жарят, едят, этих, личинопусачей, и саранчу едят, например, в Египте в соленом виде, и конфеты делают у муравьев медовых бочек, и там печенье из термитов, похожее, миндаль, в общем, это уже, как бы, такие деликатесы, но для нас-то, как бы, непривычно есть насекомых, хотя от клеветок мы едим, и нисколько никого не смущает, а насекомых как-то у нас просто не принято, вот, затем насекомые дают конкретные продукты, которые мы употребляем, тот же мед и продукты пчеловодства, натуральный шелк, вот, а чаще польза, в общем-то, здесь такая, как бы, косвенная, косвенная польза, хотя, с другой стороны, насекомые могут сильно вредить, но это, опять же, только для человека, в природе нет вредных насекомых, как известно, вот, но человек, дети, человека бывает сталкивается с деятельностью насекомых, вот, сельхозвредители, лесные вредители, переносчики заболеваний, вредители запасов, все это дает, конечно, много ущерба, очень ощутимого, и бороться с насекомыми довольно трудно, потому что все основные методы борьбы, химические, они, в общем-то, к сожалению, имеют к массу недостатков использование химических веществ, одних и тех же приводят к тому, что у насекомых развивается невосприимчивость, то есть, идет искусственный, как бы, отбор, получается искусственный отбор на устойчивость, вот, на устойчивость к этим ядохимикатам и приходится менять, а биологические методы не всегда возможны, вот, то есть, тем не менее, то есть, для насекомых, насекомых, значит, ну, хотя надо сказать, что вот эта вот роль насекомых, она очень такая неоднозначная, известна два памятника насекомым, памяти хлопковому долгоносику в Алабаме и памятник гусенице в Австралии, вот, хлопковый долгоносик, который уничтожал хлопок на плантациях, и в какой-то момент фермеры прекратили выращивать хлопок и начали выращивать апельсины, апельсины он уже не ел, вот, и они стали, как бы, у них, как бы, доходы стали расти, и они из этого кризиса вышли. И они вот это увековечили, что он им подсказал, что не надо заниматься тем, чем и не делом, надо переключиться на другой вид деятельности. Вот, как бы, такой забавный пример, который говорит о том, что такое польза и что такое вред. Тут очень все это не ясно, в общем-то. Ну, в общем, вот мы, как бы, у нас время-то уже иссякло, да, время-то уже иссякло, у нас уже, сколько, 16, 20, так что мы, значит, мы, значит, мы на этом закончим, задаем вопросы, какие у кого возникли в процессе нашего этого дела. Пожалуйста, вопросы, если есть, можно их выяснить. Досикомые группы очень важные, в общем, надо, конечно, представлять их особенности, которые позволили ему фактически стать господствующей группой в наземных биоценозах. Если вопросов нет, значит, мы остаемся, да, с вами. Остаемся. до лучших времен. Все, вот, да, довольны, значит, хорошо. Ладно, тогда, давайте, тогда отключаться, правильно? Я так понял. подключаемся. Подключаемся. onta. Все. Спасибо. Продолжение следует...